1 сентября 2020 года ученики должны пойти в новую школу в микрорайоне авиаторов. Такое заявление сделал временно исполняющий обязанности губернатора Ленинского округа Юрий Бездудный в ходе рабочей поездки на объект. Выполнение подрядчиком обозначенных сроков в Рио главы региона будет контролировать лично. Об этом глава региона сообщил региональным журналистам после осмотра объекта. По итогам рабочего выезда он также дал ряд поручений профильным окружным ведомствам. Алина Ваучейская продолжит тему. Более 27 тысяч квадратных метров. Такова общая площадь самой современной школы в российской Арктике. Образовательный комплекс, состоящий из четырех корпусов, автогородка и спортивные площадки, должны были сдать еще в ноябре прошлого года. Однако, как сообщил представитель подрядчика, из-за изменения норм пожарной охраны сигнализации и системы видеонаблюдения пришлось корректировать проект и закупать новое оборудование. На сегодняшний день заканчиваем благоустройство территории, останется только озеленение. И по внутренним работам осталась пожарная охрана сигнализации, которая закуплена и в ближайшее время будет здесь доставлена. Я думаю, к концу месяца будет здесь. В ходе рабочей поездки на социальный объект, временно исполняющий обязанности губернатора Ненецкого округа Юрий Бездудный, осмотрел корпуса школы. Вместе с представителями департаментов образовательного и строительного блоков проверяющие оценили внутреннюю отделку учебных классов, актового и спортивного залов, а также столовую. Здесь уже все готово к монтажу оборудования. Подводя итоги визита, Юрий Бездудный резюмировал, все работы на объекте должны быть завершены в срок до 20 июля. Коллеги, самый главный социальный объект. 1 сентября дети должны пойти в школу. Чтобы 1 сентября дети пошли в школу, все работы строительные и по благоустройству должны быть закончены к 20 июля. Нам нужно лицензироваться, нам нужно установить оборудование. 20 июля. Все работы должны быть закончены. Теперь, что касается оборудования. Со слов вице-губернатора Натальи Сидоровой, школа будет оснащена по самым современным требованиям. Ожидается поставка интерактивного оборудования, в том числе для Центра «Точка роста», Кванториума и Центра одаренных детей «Сириус». На сегодняшний день в школу уже доставлена часть мебели для специалистов и библиотеки, а также интерактивные доски. На сегодняшний момент в школе проводятся конкурентные процедуры. На оборудование выделено нам 127 миллионов рублей. На сегодняшний момент законтрактовано 105 миллионов. В рамках контрактов, значит, будет школа оснащена у нас по самым современным требованиям. В ближайшее время будут проведены торги на поставку кресел и экрана для актового зала. Также предстоит провести аукционы на поставку учебных пособий, кабинета химии и физики, а также части мебели.